Пресс-релиз, Орг Комитета Съезда Сторонников Независимости Чеченской Республики Ичкерия С большой честью приглашаем вас на Съезд Сторонников Независимости Чеченской Республики Ичкерия, организованный по случаю 32-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Чечено-Ингушской Республики 27 ноября 1990 года, который состоится 27 ноября 2022 года в Антверпене, Бельгия. Благодаря усилиям нашего народа, настойчивости наших политических представителей и правительства за рубежом достигнут значительный прогресс, и перспективы долгожданной политической победы наконец появились на горизонте. С самого начала войны в Украине свободные чеченцы поддержали Украину в ее борьбе посредством активного участия в демонстрациях и гуманитарных акциях. После первого российского вторжения в 2014 году было сформировано несколько батальонов чеченских добровольцев, и сейчас наша армия возрождается в виде отдельной бригады особого назначения, АБОН, которая воюет в составе Украинского интернационального легиона. Результатом сотрудничества правительства ЧИ за рубежом с руководством воюющей Украины стало принятие Верховной Радой 18 октября 2022 года исторической резолюции, признающей Чеченскую Республику Ичкерия в качестве территории, оккупированной Россией, и осуждающей геноцид чеченского народа. Сегодня, когда нам представилась возможность объединить усилия и работать на благо нашего народа-мученика, на укрепление и защиту государственности Чеченской Республики Ичкерия, установление прочных связей между всеми нами для борьбы против оккупации, угнетения и заосвобождения от иго-империалистической державы, мы обязаны преградить путь всем, кто хочет разделить нас в этот исторический момент и тем самым воспрепятствовать любой перспективе политического признания нашего государства международным сообществом и поддержке цивилизованным миром нашего законного и справедливого дела. Чтобы идти по этому пути и поддержать наше дело, на объявленный съезд приедут многие известные и уважаемые деятели нашего народа и нашего государства, депутаты и государственные деятели, бывшие бойцы, воевавшие за нашу страну и нашу свободу, представители интеллигенции и многие представители нашей диаспоры уже подтвердили свое присутствие. Мы приглашаем всех принять участие в этом съезде, журналистов, политиков, послов, правозащитников, людей всех национальностей, мы призываем вас продемонстрировать свою поддержку права на независимость и легитимность нашего государства и поделиться с нами своими идеями и рекомендациями. Пресс-служба Оргкомитета съезда защитников независимости Чеченской Республики Ичкерия. Простите за рекомендации и конкурс страны. Президенты получаются нечистоимость на основном Европейской Конституции, Sindyya. Президенты перед Китаем и поражены пределы, что пределы известных историческими делами и создавших историческими платьями. Причь, в частности, в Китаем и Григория Алисского, Сергей и Южечка, Декларация. Декорация. Декорация. Одна реклама. Из-за того, как мы говорим. Он поможет создавать девушечки ее. Ухвы. У нас нет. Мы хотим сказать, что мы хотим сказать, что. Декорация, что мы хотим. У нас не хотим. У нас есть с повреждением. Украина. У нас есть послужие. в течение месяца и еще в течение месяца в этой работе с ним и еще в течение месяца в течение месяца в течение недели все странные независимости. Но мы говорим, что дни всех, мы его рассказываем, мы получим обеящее, мы получим обеящее, что мы хотим. Но мы не хотим, мы хотим, чтобы обеспечить их, и не так, что мы хотим, мы хотим. Мы хотим, мы хотим, мы хотим, Добро пожаловать в Казахстан! 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 На данном этапе Аллах дал нам шанс освободиться из оккупации и восстановить свое государство! Шанс всем порабощенным и оккупированным народам, и в первую очередь чеченскому народу, которым мы все должны воспользоваться. Хвала Аллаху, что есть люди, которые это понимают и предпринимают все усилия для деоккупации, в первую очередь нашей родины, Чеченской республики Ичкерия. Находясь за пределами родины, многие из нас не прекращали своей борьбы, кто, чем и как мог. Но мы были разрознены. А как мы понимаем, если нет единства, то не может быть речи и о победе. Среди нас были люди, патриоты своего народа, которые продолжали нести знамя в свободной Ичкерии. Вели работу по объединению и сплочению сторонников независимости Чеченской республики Ичкерия, каких бы трудов это ни стоило. Несмотря ни на что, если дело касается объединения сторонников независимости, в пользу общего дела выезжали в другие государства, встречались с людьми, отвечая на их вопросы и принимая их предложения. Никогда, по крайней мере, я этого не замечал, не ставя свои интересы выше интересов нашего государства. И это члены команды Ахмеда Закаева, члены Государственного комитета деоккупации. Но не все так просто и гладко. Мы не должны забывать, что государство, с которым мы ведем борьбу, это государство, которого по сегодняшний день боялись все и молчаливо закрывали глаза на все их зверства. Мы были одиноки в своей неравной, но справедливой борьбе. Но всему когда-то приходит конец. Все изменилось после вторжения России в Украину. Мир начал смотреть на Россию по-другому. Все узнали, что такое русский мир. И теперь, в первую очередь, Украина, а следом и другие государства начали по-другому смотреть на нашу справедливую борьбу. У нас появился шанс освободиться из оккупации и возродить свое государство. Но есть люди, которые всячески мешают этому. Может, некоторые и с благими намерениями. Но это не очищает их от грязи, в которую они залезли. И мне очень жаль, что среди них оказался и сын моего боевого соратника, президента, шахида, иншаллах, Аслана Масхадова. Я очень надеюсь, что Анзор Масхадов поймет, вот что его втягивают эти горе-патриоты. Не хочу думать, что эти люди вредят нашей борьбе по диакпации нашей Родины сознательно. Но на всем этапе строительства нашего государства нет ни одного эпизода, где они, как и сторонники Удугова, принесли пользы нашему народу и нашему государству. Всегда и везде провокации и раздоры. Все должны знать, что мы, сторонники независимости, ветераны двух войн, которые положили на весы не только своей жизни, здоровье и имущество, но и жизни близких нам людей, не позволим помешать нам в объединении усилий в деле освобождения нашей Родины. И в конце хотелось бы еще раз сказать всем нашим братьям и сестрам, чтобы приблизить нашу общую победу, нам нужно объединяться. Мы должны показать свою сплоченность. И да поможет нам Аллах в нашей справедливой борьбе. Аллаху Акбар! И еще хотел бы напомнить всем, что 27 ноября пройдет съезд сторонников независимости, приуроченной к 32-й годовщине со дня принятия декларации о государственном суверенитете Чечено-Ингушской республики. Просьба ко всем сторонникам независимости Чеченской республики Ичкерия принять участие в работе съезда. Съезд будет проходить в Бельгии. Ларамдз Камял Динаргвар Государственной комитет де-оккупации де-экшго Байтимеев Турпал Ас-саламу алейкум ва-рахматуллах Бسم-Ляха рахмана 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 الحамду лилляр билля альмин Вассалату ас-саламу аль-Ашрифа аль-Амбия аль-Мухсалин Набина Мухаммад аль-Аль-Асхаби-Армайин Ас-саламу алейкум ва-рахматуллах ва-баракатуя аль-Аса когольтгер mean ва-рахмена ва-рахмена хамар ну и Вчера Дорога родили и outta ими брака, Дорогая руководить душе, Открия народу родили, Открия черные душе, Дорогая от Танис и Дорога, Один имел пустотел, И на дорогах от backwardnea, Найербеха, И за дорогой парад Бельгия, Антверпан, Шахарчук, Войя, Накойку, Шиево, Масага, Джима, Вока, Ишта, Шиево, Независимость, Шеченской Республики, Ичкерий, Оцин Догла, Шпольчак, Масага, Накойку, Ишта, Нокчи, Канма, Саалли, Койкуш, Сигаха, Сын Голомога, Сигаха, Масага, Накойку, Ижкерий, Канг, Масага, Некойку, Сигаха, Масага, Независимость, Сигаха, Масага, Нарвежк, Масага, Саалли, Их получает отдельные! Подпишись в комментариях! И как-то по-ризванию, обязательно. Мы не можем... Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Добавил субтитры DimaTorzok 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 Если тебе не безразлична судьба своего народа, ты обязываешься на этот съезд. Ты должен принять участие и показать всему миру, что ты часть чеченского народа, и что то, что творится у тебя на родине, тебе не безразлично. Сегодня, как никогда, мы должны показать свое единство. Да, в мире сейчас происходят многие события, которые могут помочь сделать так нам всем, что мы можем оказаться дома в Чечне, вернуть наш край, вернуть нашу независимость, быть свободными не только на Северном Кавказе, но и в мире. Мы заслужили эту свободу, мы заслужили эту независимость. Поэтому каждый чеченец должен орибиться на съезд в 20-й числе. Я считаю, что чеченцы должны быть едины сегодня, как никогда. Это важно. Сегодня среди нас появились люди, которые считают, что именно сейчас важно устраивать какие-то непонятные разборки. Я считаю, что эти люди ошибаются, и эти люди ни к чему хорошему нас не приведут. В момент, когда мы должны объединиться, мы всегда должны быть едины. Только так мы победим. Мы должны быть едины. И вот я сказал, что в этом году я не могу сказать, что я не могу сказать. Я не могу сказать, что это было. Это было бы отвергать.